В чемпионате России сейчас все голкиперы с российским паспортом. Игрок приехал в Россию, играет три месяца, сразу паспорт. Мужчиной ты стал именно в России. Точно я не буду возвращать в Бразилию совсем. Ты помнишь какой-то конкретный случай, когда Семин преподал тебе футбольный урок, который ты запомнил? Ну да, один раз я был в сауне, я с ним. Марио не учит язык, кстати. Потому что он ленивый. Дорогие друзья, это Лока Ликс. Новый выпуск, новый замечательный герой Маринато Гильерме. Маринато Гильерме в нашей стране вот уже 11 лет. И, наверное, болельщики локомотива думают, что знают о нем совершенно все. Но на самом деле это уже точно не так. Хотя бы потому, что большинство считает, что Маринато это имя, а Гильерме это фамилия. Тогда как все совсем наоборот. Гиль, на самом деле, действительно, ты так давно, что готовясь к интервью, я думал, так, ну ладно, это мы знаем, но тут понятно, действительно, мы тебя прекрасно знаем, мы тебя любим. Сейчас в интернете, особенно в Инстаграме, очень популярен челлендж, когда люди вспоминают себя 10-летней давности и прикрепляют фотографии. Вот каким был ты 10 лет назад, когда приехал в Россию совсем еще юным, совсем не русским? Молодой человек, который к себе мечтал, была. И это мечта, слава богу, я реализирую здесь в лок. Вот так. В чем ты изменился в первую очередь, как считаешь? Вспоминаешь, может быть, какие-то свои действия, какие-то поступки? Я очень много учился здесь, в России, как я могу объяснить, по как ты должен направлять в своей жизни. Планировать. Планировать, да, направление. Как футболист, как личной жизни. Могу сказать, что сейчас, после нескольких лет, когда я был в России, я совсем по-другому. Были мысли и идеи по жизни, особенно к профессиональному футболу. Как изменился футбол за эти 10 лет? Сегодня совсем на другой скорости мы играли в футбол. Раньше очень медленно. И сейчас это очень видно на поле, что совсем быстро. И, конечно, когда я приехал сюда, а уровни по нашим шампанатам тоже были совсем низкие. Сейчас намного больше. Я почему спросил? Потому что считается, что среди вратарей футбол тоже сильно изменился. Сейчас от вратарей требуют игру, требуют игры ногами. Я это еще сомневаюсь, потому что первое, что вратарей должен делать, это вручать команду. Сейчас все очень сосредоточены на том, как вратарь играет ногами, как пасует, как взаимодействует с партнерами. Но я никогда не забывал, что главное быть хорошим вратарем. То есть отбивать удары, играть на выходах, действовать на линии. Это сказал Джан-Луиджи Буфон. Ну да. Это другие поколения. Это тоже мое мнение. Я не считаю, что играть ногами должно быть важно, как сегодня они дают важность на это. Но ты хорошо играешь ногами? Ну, я стараюсь. Ты согласен? Ну да, неплохо. Как ты считаешь, то, насколько бразильские вратари сейчас стали востребованы, это именно за счет игры ногами, что просто в Бразилии изначально все настолько хорошо играют? В Бразилии сейчас, мое мнение, только Эдерсон, который играет в Манчасти Сити, хорошо с ногами играет. Есть тоже нету, Валенсия тоже, который не так очень хорошо играет с ногами, но в ворота очень хорошо играет. А кто сильнее, Алисон или Эдерсон? Мне больше нравится Эдерсон, да. Кажется, что вот именно по количеству спасений вроде как Алисон стабильнее. Ну да. Я не знаю, но стильная игра больше нравится Эдерсон. Он больше играет сильным, больше. Если бы эта тенденция, вот важность игры ногами среди вратарей, началась бы еще 10 лет назад, для тебя, для твоей карьеры, это было бы лучше или хуже? Можно быть лучше, потому что, ты знаешь, я вообще не умею играть с левой ногой. И до сих пор я очень расстрелился на том, почему я не тренируюсь. Есть много моментов в матче, в которые ты должен играть с левой ногой. И я всегда стараюсь найти другие выходы, что это время, которое сидряет. Может просто спокойно слева и все. В матче за сборную России против сборной Турции ты прекрасно показал, как можно отдавать пасы не только ногами, но и руками. Почему-то вот Россия футбольная удивилась. Ты знаешь, мой игровой план, даже когда я был молодой, всегда был такой, когда у тебя мяч в руках, ты должен беги до штрафной, сразу смотри, если возможно, контратаку сделай, сделай. Это было мое действие, всегда. Перед игру против Турции у нас было собрание, и мы все видео в команде Турции смотрели, какие моменты они слабые, и тренер нам сказал, что они очень слабые, когда они атакуют, и потом, когда они возвращаются назад, они очень медленно это все сделают. И всегда, ну, в середине поля свободная зона. И я уже был готов на игру, когда я вышел на поле, я уже мыслял, я уже был на этом. Скажи, кстати, пожалуйста, как определить силу вратаря? Это количество его спасений, или количество его ошибок, или стабильность? Стабильность. Вратарей, которые регулярно играют, это очень важно. Назовешь тройку сильнейших вратарей мира для тебя сейчас? Миры? Сейчас Терстеген, облак Буфон. Буфон. До сих пор Буфон. Ну, статистически он... Пока он играет, я думаю, он будет всегда топ-3. У Терстеген облак статистически действительно в топе. Это ты именно визуаль, по визуальным ощущениям, или по статистике? По визуальным. Гиль, ты столько лет в Локомотиве, да? Составь свою символическую сборную, с кем ты играл. Ну, на воротах понятно? Да, я. Правозащитник Иванович. Правоцентральный Чайли. Родофо, лево. Рибус. Опорный. Лас. Один. Один, да. Давай, давай так. Лас, Фернандес. Леш. Мы правы. Джефф. Лево. Антон. Антон, слева, Леша в центре. Да. Хорошо. И Дами. Дами, да. Не Федор Смола. Нет. Ты помнишь какой-то конкретный случай, когда Семин преподал тебе футбольный урок, который ты запомнил. 2009-го. Мы летим на сбор, и он, и в этом моменте я очень хорошо тренировался, сбор. И он к мне подошел и сказал, завтра ты будешь играть. И эта игра была против Динамо Киев. И он мне так говорил, типа, ты спокойный, не переживай, все нормально будет. Но хотим тебе еще шансы дать, потому что мы знаем, что ты хороший вратарь, ты приехал здесь не просто так. и я удивился, потому что когда команда тебя купит, и ты два года не играй, просто травмы получишь, я думаю, что это уже все. и и в мои себя внутри я взял вот эту шанс как последую в моей жизни. Давал ли он тебе, может быть, какие-то советы вне футбольного поля? Стал ли ли для тебя, не знаю, отцом здесь в России или каким-то наставником? Говорю по сети, потому что сегодня все футболисты сети идут на типа хочешь показать все в своей жизни, что хорошие машины ехали, все это, и зачем тебе это нужно? Потому что я не такой, который люблю показать все, что у меня есть, все, что иметь. Я всегда такой был, но все равно у меня сказал, что по личной жизни я не понимаю, почему есть такие люди, которые здесь, например, здесь в России сколько бедных людей есть, и ты сфотографируешь там и показываешь все свои прекрасные жизни, зачем тебе это нужно? Это ты должен для себя, не для всех. сохранить, и вот это типа, у меня было уже такие меня, но когда он мне сказал, я вижу, что типа, это правда, это реально правда, и ты должен сохранить это. но у тебя есть инстаграм, достаточно активный, но больше спортивный, больше профессиональный жизнь. Ты играешь все эти годы в одном клубе, чем воспитанником ты не являешься, то есть действительно уникально. Посещали ли тебя мысли в разные периоды что-то изменить, куда-то перейти? Ну, было, это 2015 год, когда у меня было предложение из Кразнодара. Я не знаю, почему, но у меня здесь внутри команды не было комфортно, из-за того, что много вещей, которые я не должен говорить, это моя вещь, и поэтому у меня было желание уйти. Когда тебе снова стало комфортно и хорошо? Это произошло в 2015, но я считаю, после года, наверное. Хорошо, а можешь сказать тогда, что помогло тебе вернуться ментально в локоматику? Моя семья. Я приехал дома и грустно, так, и они всегда старались меня сделать счастлив. И Рафаэль всегда меня говорит, зачем? Что делать? Это жизнь, ты должен справиться. и все и потом я вижу, что она права, потому что я не могу остановить на месте, я должен продолжать мою работу, свои дела. И я так старался сделаю и получилось все. Сейчас по сути пять команд претендуют на первое место. Ты можешь рассказать о каждой команде? У кого какие сильные стороны, слабые и какой твой прогноз? В Зените мы все знаем всегда бороться за титул. Кразинодаву удивили все. Команды, которые сейчас очень хорошо играют. Сейчас не знаю, но до паузы они очень хорошо играют и показывают хороший футбол. Я считаю, что они будут в топ-3. Цеска как всегда тоже. Это удивился такой молодой состав, новый? Да, я удивился без сомнения. Партак посмотрим. Не знаю и мы конечно. Мы должны попадать до 3. Какой твой прогноз первое, второе, третье? Кразинодавр. Мы Зенит. Прямая путевка в Лигу чемпионов. Да. В Лиге чемпионов как ты считаешь, мог ли ты сыграть лучше? Без сомнения. Тебе стыдно за что-то, что ты делал в России на футбольном поле? Или за его пределами? Ну, я думаю, есть, но нужно вспомнить. Вот болельщики иногда вспоминают, как на сайте было интервью твоё. по Кучук. Да. Думаешь ли ты об этом спустя время? Да, это да. Я должен это не через интервью, но напрямую его говорить. Но я уже несколько раз извинился. и поэтому я думаю, что эта тема уже закрыта. И сейчас я, ну, я очень переживал это, когда было, конечно. Потому что я не только переживал за то, что болельщики на меня очень злятся, но за то, что самое главное это человек, который леонид. Поэтому, ну, я уже извинился, я считаю, что больше никаких проблем нет. Тот сезон, да, при Кучуке хороший и замечательный. Не стал чемпионским, к сожалению. Предыдущий зато стал. Ты блестяще отыграл, но на чемпионат мира в составе сборной России не поехал. Стало ли это для тебя большим разочарованием? Да. Я очень хотел, но я уже ожидал. И меня не было так и грустно, потому что я был готов к этому. Потому что после Куба Конфедерации у меня не было ни один раз заявки сборной России. Поэтому это я уже ожидал, но, конечно, для меня это было жало, потому что я на это время считал, что я должен там быть. Ты считал себя голкипером топ-3? или номер топ-3? Топ-3. Топ-2? Давай, говори топ-3. Когда Кенфиев отбивал тот пенальти в матче с Испанией, насколько искренне ты радовался или чуть-чуть было грустно, что, может быть, не ты герой эпизода? Да, нет. Я очень рад был, потому что был. Очень рад, потому что это была очень хорошая победа для футбольной России. Нам давно не хватило таких результатов, особенно такие турниры. Поэтому сегодня все мира и особенно наши болельщики смотрят наш футбол по-другому. Чемпионат мира, кстати, где был лучше? В Бразилии или в России? В России. Организация. Организация. Нам много лучше. Во время чемпионата мира в сборной был Владимир Габулов, позиция третьего голкипера, и многие болельщики не понимали. Хотя есть мнение, что под номером 3 в сборной свои функции. Расскажи, пожалуйста, об этом. Какая твоя позиция? Обычно, если я был тренером, ты первый голкипер, это номер один, который, например, Кимфеев опытный, и всегда играл за сборную как номер один, понятно. А второй Дунев, который тоже могу сказать, что заслужил. А третий обычно один молодой перспективный. Это не это мое мнение, потому что это везде такие, все команды. Но он решил, что даже даже если бы я, как третий, было бы не молодой. Да, было бы странно, потому что я считаю, что так должен быть. Один опытный, как первый, второй может быть тоже опытный, а третий по-любому молодой перспективы на следующий чемпионат мира. Но он решил так сделать, и не должен это уважать, что делать. Сейчас много натурализованных футболистов в сборной России. Как ты считаешь, это говорит о том, что в России кризис в футболе именно с точки зрения появления молодых талантов? Если мы смотрим, в Италии было уже много футболистов, которые настранятся. Германия тоже Португал. Что плохо? В Бразилии вряд ли такое возможно? В Бразилии потому, что там растет как газон футболистов. Но в Европе много команд, которые натурализируют игрок. Что страшно? Ничего. Для меня это не страшно. Если конечно ты не можно нельзя типа игрок приехал в Россию играть три месяца сразу паспорт. Это некрасизм. если есть футболист, например, я, Марио, Арии, которые уже 11 лет 10 в России уже есть связь с стороны. Почему нет? Марио не учит язык кстати. Это единственная негативная вещь по Марио. Остальные любят Россию. Он не хочет выйти из России. Он хочет играть здесь до конца жизни. Поэтому почему нет? Что он тебе отвечал? Почему он не учит язык? Потому что он ленивый. Ты вернулся в сборную. Вернулся в сборную, когда объявил об уходе сборной Игоря Акинфеев. Честно, я ожидал, что Акинфеев перестал закончить карьеру в сборной. Но я не считаю. Я думаю, что на дальнем моменте я заслужил там бить вместо него. Хорошо. Сейчас за позицию номер один в первую очередь борешься ты и Андрей Лунев. Ты замечательно сыграл в двух матчах. Но при этом Станислав Черчесов как-то на одной спресс-конференции сказал, что номер один все равно Лунев. обидели ли тебя эти слова? Да нет. Конечно нет. Я не должен обижать на этом. Это спортивная жизнь. Я должен только работать и стараться доказать, что я должен быть первой Диньо. Он как вратарь советской, русской школы. Может ли выбрать основной голкипером Лунева, потому что он ему ближе как он играет? Потому что у тебя можно быть, да. он уверен больше на школах в России может быть поэтому я не знаю. Как ты считаешь, ты сильней? Да. Разные качества. Он такой не знаю. Он хорошо с ногами, я не так очень, как он. Он лучше тебе играет ногами? Он играет с двум ногами спокойно. Но есть качества, которые у него есть и которые у меня нет. У меня есть, которые у него нет. Разный стиль. В чемпионате России сейчас все голкиперы с российским паспортом. Это произошло в первую очередь из-за лимита на легионеров. Да. Как ты считаешь, насколько это справедливо, что не появляются новые голкиперы, как, например, в свое время появился ты? Ну, ты знаешь, сейчас в шампионате России я считаю, что в этот сезон и в том сезон это самая лучшая бригада вратарей. Бригад вратарей за этот год, который я здесь. Давай поговорим о чемпионате мира, прошедшем именно о сборной Бразилии. Когда Бразилия не выигрывает, это всегда разочарование в Бразилии. Неймар, как лидер этого поколения, не справляется? Да, нет, не верю. Я не верю. Не верю, потому что Неймар, он до сих пор думает больше экстра поле, чем в поле. А кто может быть лидером сборной? Казимир, может быть. Как тебе, кстати, Венисиус? Он в реале сейчас неплохо начал. Да, он хороший игрок. Я думаю, на будущем будет хорош. Он еще очень молодой. Поэтому нельзя так сразу сделать, говорить, что такой бог, потому что это только начало. Но я думаю, что если все порядком будет с ним, он хороший игрок будет. Ты же перед Бразилией смотришь? Да. Можешь назвать, давай поиграем в скаута, назови тройку интересных, перспективных бразильских футболистов, которые могут скоро уехать в Европу. Честно, я смотрю больше от моей команды, которой я играл. Это Атлетик Паранайс. А там был один нападающий очень хороший, название Пабло, который Сан-Паулу. Его покупал сейчас за 5 миллион евро, я думаю. И был один левый, левый крайний защитник. Да, левый или правый? Я не вспомнил, левый. Я забыл, как он зовут, тоже молодой, 18 лет, или 19. Перспективно очень. Ты вспомнил об Атлетико Паранайс, и я не могу о политике не спросить. В Бразилии сейчас достаточно одиозный президент Жаир Болсонаро, и многие им недовольны. Но при этом много футболистов и звезд прошлого, и звезд настоящего, они высказывают свою поддержку им. И Атлетико Паранайс однажды даже в майках вышли, за что их потом оштрафовали. Как ты относишься и следишь это ты вообще? Я тоже не прав, я за Жаир. Почему? Потому что он за... Подожди, было право? Он право, да? Да, он за право. И Бразилия должна срочить изменения. Уже 27 лет, не знаю, 20 сколько лет, уже слева. И Бразилия идет каждый год глубоко. И поэтому я считаю, что он не идеальный человек, который должен быть президентом в Бразилии, но для первых четыре года я думаю, что он будет готовить страну для того, чтобы идеальный президент на следующий мандат приезжает и сделает как идеальный президент. Но сейчас на дальний момент должна он. А в России следишь за политикой? Не очень. За столько лет в России насколько ты стал русским именно твои мысли, твои какие-то не знаю, приметы, твоя философия, насколько она стала русской или ты по-прежнему бразилец? Что завтра ты приедешь в Бразилию и как ни в чем не бывало, тебе будет на 100% комфортно и ты забудешь о России. Когда я в Бразилию улечу, я чувствую, что я чуть-чуть по-другому, потому что там люди очень открыты. Даже сейчас, когда я прилетал после года, я не был в Бразилии, даже у меня было странно, потому что люди очень открыты. А здесь и это не очень хорошо, потому что есть люди, которые ты открываешь, они понимают, что ты добрая, хорошая, они тоже будут с тобой добры. Как в России. Да, но есть люди, которые ты открываешь, они наоборот делают, они хотят тебя что-то обманывать, потому что он знает, что ты добрая. И поэтому я раньше в Бразилии был такой же. И когда я приехал в Россию, вообще я не понимаю, почему вы такие холодные люди, типа закрыты. И сегодня я уже знаю, что это тоже неплохо, это хорошо. Не совсем как вы. Но это безопаснее. Да, но это хорошо. И поэтому у меня есть такие. А твои дочки, они больше русские или бразильянки? Ты знаешь, вчера моя жена звонила меня, сказала, что Мария после обеда она плакала очень сильно, потому что она сказала, я хочу возвращать в Россию. Я устал здесь, я хочу домой. Видишь? она чувствует себя как Россия своей дома, не Бразиль. Ты говоришь, что еще много лет, дай бог, будешь в России, в локомотиве. Но рано или поздно надо будет карьеру закончить. Да. И это очень недалеко. А сколько если если я могу, но я думаю еще пять лет. Когда карьеру ты все-таки закончишь, да? Через лет пять, шесть, семь. Ты останешься жить в России или заберешь семьи? Я не знаю. Я не знаю. Но ты думал об этом? Да. Точно я не буду возвращать в Бразилию совсем. Я могу там жить, но пополах, понимаешь? половина здесь, половина там. Потому что моя карьера все здесь была. Потому что мы привыкли жить здесь в России и в Европе и там совсем другая жизнь. Очень закрыто ты должна там опасно. Здесь ты можешь жить спокойно. Когда мы улетаем там на отпуск это на один месяц тут. И это как ложь. Да. Это как ложь. Потому что там все прекрасно. но я думаю если мы совсем венос в Бразилии там будем жить нам будет тяжело. Давай напоследок в конце интервью мы болельщикам что-то посоветуем. Гиль, посоветуй книги, фильмы и песни. Что болельщикам стоит посмотреть, послушать, почитать? Фильмы, сериалы? Книга на русском я не знаю как скажешь, но Mindset название Mindset. очень интересная книга. Я думаю, что все, не только футболист, но все люди должны это читать. Что ты слушаешь перед матчами? Оазис, я люблю, но Холлингстон, но Холлингстон нет, Guns N' Hose, Metallica. Ты фанат классики? Классики, классики, роккинг, да. Друзья, читайте, слушайте, это был Маринато Гиллер. Все? Субтитры сделал DimaTorzok